741 атаки, 735 брони и 1475 здоровья. Все та же медленная мана и измененный навык героя. Отхил остался прежним, а вот баф на защиту заменился на топовый срез брони у врагов на 44% в течении 4 ходов. При этом герой теперь не исцеляет свою команду, а убирает усиление у врагов. Обзор на оригинальную Вивику был уже очень давно, а мы поговорим именно о костюме и его применениях. В атаке героя можно сравнить теперь с Кунименом и Диспеллером в одном лице. Единственный минус, конечно, то, что Диспеллер она медленный. Из этого вытекает и второй минус. Свою команду Вивика теперь не излечит от негативных эффектов и тикающего урона. Костюм выступает в роли атакующей поддержки для команды. Это и неудивительно, ведь по срезу брони она уделала даже ГМа Кунимена, у того срез 34%. Ко всему прочему, костюм призван снимать усиление с врагов. После ее ульты команда врага становится пушечным мясом. Как для массовиков, так и для шотеров. Герой отлично зайдет в команду на прохождение испытаний, где фиолетовый щит. И медленная мана не играет роли, ведь банки маны есть всегда и они одинаково заряжают героев. Как и у всех медленных героев, в костюме очень сильно влияет наличие бонуса по регену маны на 5%. Благодаря этому бонусу, герой с 29 войсками будет заряжаться с 10 камней по героям. Что уже приравнивается как почти средний герой. Управление за героя интуитивно простое и подводных камней тут нет. Будучи на эмблемах, впитавших от оригинала героя, Вивика может постоять и в центре, выполняя функцию танка. Однако не всегда успешно, ведь такие доты, как поджоги, травления и так далее, герой не исцелит. Пройдет только обычный отхил. Хотя в любом случае, если вы дали Вике ультануть, опасайтесь дамагеров команды соперника. Чуть-чуть прогадайте их ладный труп. Если в команде атакующего есть баферы, тоже может сыграть свою роль. А на это еще влияет и такая штука, как новый класс героя. Колдун. Довольно крутой класс, который, к сожалению, раскрывает потенциал героя, только будучи на эмблемах плюс 15 и выше. Это замедление маны в два раза нередко меня выручало против таких запарных героев, как Гвина, Чеир или Мамка. Даже несмотря на большую атаку героя на карте, по-прежнему лучше вливать эмблемы в оборону и ХП. И с небольшими изменениями это можно сделать по классу Колдуна. Однако не забывайте, что делая подобное, оригинал костюма потеряет часть этой живучести и, возможно, станет кривым. Что еще нужно для Титанов, как не самый топовый срез брони в игре? Поможет и отхил. Однозначно брать. Налеты 8 из 10, оборона 8 из 10, титаны 10 из 10 и сложность управления 2 из 5. Героем вы можете пользоваться как в костюме, так и без, зависит от ситуации и того, что вам нравится больше. Поэтому после ее прокачки, и если эмблем на нее нет, сначала решите для себя, какая версия героя станет для вас основной. И только потом принимайте выбор, по каким веткам вам качать героя. Вивика стала круче, как и почти все костюмы в игре, довольно существенно усилили героев. Ты же можешь написать, как тебе ее костюм, и хотел бы получить свой состав. А быть может она у тебя есть, и тебе есть чем поделиться. Подлицка на канал, палец вверх и коммент под видосом с тебя. И давайте, как договорились с вами в конце прошлой недели, набираем 1000 лайков, и выходит следующий обзор на героя. А следующим обзором на канале будет Хамелеон Хранитель, от которого много вопросов. Спасибо за внимание, дальше интереснее, всем пока.